приветствую вас друзья если вы увидели какая получилась вкусная сушеная щука то значит у меня все получилось я хочу с вами поделиться своим любимым рецептом по засолке и вяленье щуки как видите здесь у меня находится три щучки 1 на 800 грамм 1 на 500 2 на 400 на данное количество щуки я засыпал 10 столовых ложек соли и 4 ложки сахара да сахар здесь обязателен ну по крайне менее мне так нравится и приходится по вкусу ставлю это в холодильник на трое четверо суток лучше для хорошей просолки положить на четверо суток в холодильник после этого я сейчас щуку промою в проточной воде не буду вымачивать ничего а просто хорошо промою и после того как хорошо промыл в холодной проточной воде щуку я выкладываю ее на газету это на часик чтобы впиталась лишняя влага и вот как видите я прежде чем рыбу засаливать надрезаю по хребту чищу конечно же рыбу потрошу и так вот и и разворачиваю и так делаю даже с мелкой щукой для чего я это делаю чтобы она быстрее и лучше провялилась тем более когда рыба крупная я вообще ее вспарываю со спины раскладываю на пласты и когда она высыхает она довольно вкусно и аппетитно выглядит и смотрится теперь значит подожду полтора часика чтобы лишняя влага питалась в газету и буду вешать в специальную сушилку для рыбы на балконе на улице сейчас гроза уже вечереет вечер хочу вам показать приобрел недавно вот такую сушилку и очень очень доволен остался и отличная вещь можно повесить на балконе я навсегда под рукой сушилки можно сушить что угодно перед этим я сушил мяту для того чтобы с собой на рыбалку брать мятный чай место много в сушилке три вот таких вот яруса есть сушилки большего размера как видите вот так вот выложил щуку можно и поплотнее конечно ложить когда рыбы много можно еще и подвешивать на скрипке как кому больше нравится ну как видите щучка помещается без проблем всегда в жаркую погоду я рыбу вывешиваю с вечера то есть сегодня было на улице в тени 28 градусов и я не советую рыбу в жаркую погоду вывешивать днем или с утра она просто может попреть лучше с вечера ее выложить чтобы за ночь она больше обветрилась и ушла с нее лишняя влага все друзья теперь включимся через пару дней и посмотрим как рыбка подсыхает как видите закрывается на молнии это вот дверца и довольно плотно все закрыто сейчас закрою включу вам покажу два вот таких вот бегунка так они правильно называются короче не суть вот плотно сходятся и никакая муха ничто сюда не пролезет все довольно хорошо грамотно сделано я уже первую партию рыбки посушил здесь мелких подлещиков плотву как бы сохнет рыба хорошо без проблем и очень быстро вот ну включимся теперь через пару дней прошло четыре дня коллеги и щучка уже почти подвялилась но я думаю еще сутки двое полежать по крайней менее этой вот щучки на 800 грамм надо маленькая уже в принципе завтра можно снимать но буду снимать конечно все вместе но она уже готова можно пробовать кушать ну я люблю немножко такую более сухую рыбу поэтому пусть еще сутки двое полежит точно включимся уже как будет готова вот такая вот друзья у меня сушилка для рыбы да и не только для рыбы для вас друзья прошла секунда для меня двое суток щучка уже готова можно пробовать довольно хорошо просохла завялилась такое вот мяско получилось пополнилась моя сушилка еще одной щукой сегодня как стемнеет выложу еще одну щуку на просушку так вот все замечательно получается еще засаливается два окуня что скоро сушилка наполнится рыбой вот друзья такой вот рецепт незамысловатый как я и говорил примерно соотношение соли и сахара 30 процентов то есть 30 процентов сахара от соли на 10 ложек соли я примерно ложу 3-4 ложки сахара и и и и и и